МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хонда на космонавтов". Официальный дилер Хонды предлагает обновленный ЦРВ и новый Аккорд. В наличии с ПТС. Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир. Продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. На улице Максимова легковой автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода. По словам водителя Лады, совершившего наезд, человек появился на дороге неожиданно. К тому же переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. К счастью, легковушка двигалась с небольшой скоростью, и это спасло пешеходу жизнь. С многочисленными ушибами и подозрением на сотрясение мозга пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники полиции установили личность молодого человека, тело которого обнаружили 23 марта в центре города. Эксперты, в свою очередь, выяснили, что смерть носила насильственный характер. Более того, погибший пролежал во дворе жилого дома более суток, никем не замеченный. Как рассказали местные жители, лежащего на снегу человека они видели, но внимание предпочли не заострять. Подумали, просто выпил лишнего, проспится и уйдет. Прошли сутки, парень так и не поднялся. Как позже скажут эксперты, молодого человека сильно избили, у него оказалась сломана челюсть, пробита голова. Личность погибшего тогда установить не удалось. На это потребовалось больше двух недель. Молодой человек приехал в прошлом году с Украины и являлся студентом первого курса КФУ. Также установлено, что он жил в общежитии, иногда ночевал у родственников. Как выяснилось, молодой человек серьезно занимался информатикой и математикой. Активно участвовал в студенческой жизни и накануне гибели проводил время с друзьями в одном из клубов города. Что произошло дальше, пока остается загадкой. Сотрудники Следственного комитета обращаются с просьбой ко всем жителям Казани. Если кто-либо явился очевидцем, свидетелем данного происшествия, просим вас обращаться по телефону, указанным на экране. Анонимность гарантируется. Полицейский УАЗик и автомобиль Шкода столкнулись сегодня ночью в центре города. Сотрудникам ГАИ каждый из водителей изложил свою версию событий. Прийти, что называется, к общему знаменателю относительно причин и виновника происшествия непосредственно на месте участникам аварии не удалось. К приезду сотрудников ГАИ у каждого из водителей имелась своя версия случившегося. На стрелку ехал, зеленый свет. Мужчина начал поворачивать, поворачивать начал. И вот и все. Я разворачивался. Он решил, думал, что я еду прямо. Ну и все. В результате происшествия автомобили получили серьезные повреждения. Люди в аварии не пострадали. Теперь свою правоту каждый из участников, вероятнее всего, будет отстаивать в суде. На проспекте Амирхана столкнулись грузовая «Газель» и внедорожник «Инфинити». От травм водителя дорогой иномарки спасли сработавшие подушки безопасности. Сразу после столкновения водитель «Газели» полностью признал свою вину. Вот он не понимает, вообще ничего похожего. Я не знаю, как можно не заметить такой поток. Но я не знаю, как он хотел проскочить. Я сам не понял вообще. Водитель автомобиля «Инфинити» не в силах сдержать эмоции. Машина не проездила по дорогам города и года. А тут такая глупая авария. Иначе и не скажешь. Водитель «Газели», говорит мужчина, попросту забыл, что на дороге он не один. Интересно, что сам водитель грузовика с такими выводами практически не спорит. Выезжал, хотел перестроиться в левый ряд. То есть вы не заметили? Ну, не заметил, да, получается. Я оттуда еду. Он как будто меня даже не видит. Там машина, тут машина. Куда деваться? Вот видите результат. Я виноват. То есть вы признаете, что вы виноват? Ну да. Не убедился. По словам водителя «Иномарки», ремонт автомобиля только по предварительным подсчетам обойдется тысяч в сто. Хорошо еще подушки безопасности сработали исправно. И сам мужчина отделался лишь легким испугом. Стали известны подробности убийства, которое произошло в эти выходные на Оренбургском тракте. В одной из квартир было обнаружено тело человека с 11 ножевыми ранениями. Полицию вызвал 20-летний родственник погибшего. И только сейчас удалось восстановить всю картину преступления. У вас на этаже? И вы ничего не слышали? Нет, ничего не слышал. Человек в 11 ножевых ранениях нанесли? Ну, может, ему сначала рот прикрыли, а потом нанесли что-то на рогущее. Если кляп, рот засунешь. Изначально в отделение полиции было доставлено несколько человек, в том числе и хозяин квартиры с супругой. Однако выяснилось, что их вообще не было дома во время происшествия. Они были у родственников этажом выше, а в квартире на ночь оставили гостей – двух сводных братьев. Подозрением в совершении данного преступления был задержан 20-летний сводный брат погибшего. По предварительной версии, накануне молодые люди выпивали спиртные напитки, и проснувшись рано утром, между ними возникла ссора. Как выяснилось, причиной ссоры стал денежный долг. 20-летний парень схватился за нож и нанес своему родственнику 11 ранений, после чего сам вызвал полицию и скорую. Правда, помочь человеку медики уже не смогли. В настоящее время вину он полностью признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время 20-летний молодой человек предстанет перед судом. После перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Запутанная история со счастливым концом. Автомобильные номера, украденные у гражданина Белоруссии, вернулись к хозяину. При этом мужчине даже не пришлось платить выкуп, который с него требовали похитители. О том, как белорусский автовладелец в Казани начал верить в чудеса, репортаж Марии Молочниковой. Подумал, что сегодня 1 апреля. Это первоапрельская шутка, может быть чья-то очень злая. Я решил подождать. Но под дворником лобового стекла я нашел записку, что найдены номера и номер телефона. Из Минска в Казань в гости к родственникам мужчина с женой решили ехать на двух машинах. Обе поставили прямо под окнами, чтобы были на виду. Но все равно проглядели злоумышленников. На утро номера на обеих машинах отсутствовали, зато имелась записка с номером телефона. Я позвонил на этот номер. Там ответили мне молодой человек. Я ему сказал, что по поводу номеров. Он мне говорит, что эту проблему можно решить. Надо 15 тысяч рублей закинуть на Киви кошелек, введя номер телефона. И потом только скажут, где находятся номера. Деньги мужчина платить отказался, вызвал полицию, обратился в нашу программу. И продолжал надеяться. Прошло два дня. А потом, как говорит сам гость Казани, случилось настоящее чудо. А мужики наши, вот работяги. Получается, вы отказались платить, их просто выбросили? Их просто выбросили, да. Вы с переговорами вступали с людьми, которые записывали? Я пытался с ними вступить, но после услышанной цены я даже не стал с ними разговаривать. И все. Не ведитесь на уловки мошенников. Если возвращение домой после пропажи номеров было для гостей из Белоруссии настоящей проблемой, то теперь, говорит мужчина, когда добро так неожиданно победило зло, он уедет с легким сердцем и самыми светлыми воспоминаниями о третьей столице России. Большое спасибо. Хороших людей все-таки больше. Ну и если вы стали очевидцем происшествия или сняли интересное видео, звоните нам 248-0202 или пишите на электронную почту. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Ну и эфир продолжит темой. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Сегодня говорим об одной из самых наболевших проблем на наших дорогах. Пьянство и пьяные за рулем прямо сейчас. Не переключайтесь. Спасибо.